Друзья, приветствую. Это «Аргумент» на YouTube-канале «Униан». Спасибо, что смотрите. Сегодня говорю с Айдосом Садыковым, казахстанским оппозиционным политиком. Айдос, здравствуйте, рад вас приветствовать. Давайте для начала обсудим, как по мне, очень показательный скандал, который последние дни разгорается между Российской Федерацией и Казахстаном в информационном поле. Я об этом в Центре миротворческих операций, которое посольство США открыло в Алматы. Россия уже обвинила Казахстан и в сотрудничестве с НАТО, и в том, что это будет центр чуть ли не подготовки казахстанских военных. Вот эта оперативная и довольно агрессивная реакция российской пропаганды, она в очередной раз демонстрирует отношение реальной России к Казахстану, как к своему вассалу, правильно? Конечно. Когда представитель, даже высокопоставленный представитель американской администрации приезжает в Казахстан, это тоже встречается неоднозначно. В штыки встречается руководством России или депутатами, или такими лицами, как Захарова, Соловьев. В данном случае открывается целый, можно сказать, это скорее штаб, это скорее не база, потому что базой полноценно назвать нельзя по подготовке миротворцев. Конечно, там ограниченное количество людей, и там не будет никакой военной техники. Это будет обучение именно миротворцев, которые, имеется в виду, для миротворческой операции ООН, но подготовлены по лекалам НАТО. То есть на основе военного образца, военной подготовки НАТО будут готовиться миротворцы. Не более. Ни о каком сближении между руководством Казахстана и США, и тем более о том, что в Казахстане открываться будут военные базы США, конечно, речь не идет, потому что УДКБ, Казахстан входит УДКБ, блок, куда входит Россия, где Россия является доминирующим, скажем так, партнером. Поэтому это просто штаб для подготовки миротворцев ООН. Но ни о каком сближении с Западом пока не идет речь, к сожалению, наверное, для жителей Казахстана. Давайте об отношениях с Российской Федерацией поговорим. Очень странное поведение Министерства торговли Казахстана, который то вводит ограничения на экспорт 106 видов товаров из-за санкций, то отменяет это свое решение. Что это было? Это был пиар-ход. Никаких санкций, конечно, никакого запрета на экспорт или импорт какой-то продукции в России или из России, конечно, не было. Я всегда говорю украинскими журналистам в этом случае, если это касается последних событий, месяца-двух месяцев, открывайте видео со встречи Мишустина, премьер-министр России, Казахстан Жумартон Тукаев. Это произошло 25 сентября, менее месяца назад. Месяца назад получается ровно. И там они озвучили цифры. И тогда Мишустин сказал, что между Казахстаном и Россией с начала 2022 года, по сегодняшний день, то есть за более чем полтора года Казахстан и Россия победили исторический рекорд торговли, товарооборота между собой. Тукаев озвучил цифру 26 миллиардов, Мишустин озвучил десятки триллионов рублей. Там сумма гораздо больше получается, чуть ли не два раза. Там надо посчитать по курсу, по какому курсу Мишустина считает, конечно. И там сумма серьезная, очень серьезная. Исторические рекорды озвучил Мишустина в присутствии Тукаева. Весь видео. Поэтому, когда я слышу, что Казахстан будет запрет на какой-то импорт или экспорт какой-то продукции в Россию, это, конечно, понятно, что в принципе это невозможно. Скорее всего, это пиар-ход. Это сделано специально для иностранных журналистов, чтобы они обсуждали, что, опять же, руководство Казахстана ведет в какую-то независимую политику. Это заявление было сделано во время саммита, который подошел недавно в Пекине. Это было тогда сделано. О нем обязательно тоже еще поговорим. То есть, ну, часть журналистов можно, конечно, обмануть. Можно ли обмануть западное руководство? Ведь параллельно после встречи с Мишустиным такая встречается с Шольцем, которому клятвенно обещают, что Казахстан будет придерживаться выполнения санкций. Удается ли Астане обманывать украинских западных партнеров? Я думаю, они никого не обманули, тем более ни Шольца, ни администрацию США. Но американцы, европейцы и руководство Украины предпочитают закрывать глаза. Они прекрасно понимают, что происходит. Они прекрасно понимают, что Тукаев, его администрация помогает Путину обходить санкции, помогает, поставляет ему военную технику, микрочипы и так далее. Но предпочитают делать хорошую мину, потому что считают, что, наверное, если они будут сильнее давить на Тукаева, то, возможно, он линится в обратную сторону и станет Таримом Лукашенко. Я предполагаю, что именно такой ход мысли у руководства европейских стран и американцев. Потому что другого объяснения здесь нет. Тут очевидно, озвученные цифры есть. Даже это было сделано как раз до поездки еще в Германию, до саммита Центральной Азии. С руководством Германии. И там вполне могли немецкие или другие иностранные журналисты спросить у Тукаева. Вот видео ваше встретить Мишустин. О каких санкциях можете идти лечь, если вы озвучиваете здесь цифры 26 миллиардов долларов. А здесь Мишустин говорит, вот его слова, вот видео, что Казахстан и Россия во время войны с Украиной, когда весь мир ввел санкции против России, между Казахстаном и Россией, побит исторический рекорд товарооборот. Вот, как это объяснить? И Тукаев там бы закопался просто. Но это не сделано было. Потому что, видимо, это считали, что не стоит его загонять в угол. Айдус, наверняка ведь не только экономические причины такой зависимости от Российской Федерации. Ведь если посмотреть со стороны, у Казахстана не самая последняя экономика в регионе. У нее есть другие партнеры, кроме Российской Федерации. В чем причина все-таки вот этой дружбы патологической? Эта дружба началась еще с Советского Союза, еще со времен Назарбаева, когда Назарбаев стал первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. Потом он стал одним из тех, кто подавлял первое казахское восстание, 1986 года декабрьское восстание, Джектовсан, который сейчас является национальным днем праздника. После этого, когда пришел Назарбаев в власти, после этого тесные связи с Кремлем, сперва Горбачевым, потом Ельцином сыграли свою роль, и Казахстан продолжал оставаться фарватами России. А потом пришел Путин. Эта связь еще более укрепилась. Укрепилась, если раньше при Ельцине Назарбаев сохранял какую-то горизонтальную связь, какую-то видимость, с какой-то, скажем так, равноправие партнеров, то при Путине этого нет. Путин просто прогибает остальных под себя. Я тут главный, а вы остальные подо мной все. И остальные это принимают. Я имею в виду остальные, центрально-инзиатские диктаторы и руководители Закарказской республики. Через что еще влияет Российская Федерация на казахстанские власти? Возможно, через агентов своих спецслужб. По украинскому опыту, до войны сейчас мы понимаем, что достаточно высока была концентрация российских агентов в органах власти в Украине. Насколько актуален этот вопрос для современного Казахстана? Главный агент Путина сидит в Аккурде и возглавляет Казахстан. Поэтому остальные все агенты, по сравнению с ним, просто никто. Просто абсолютно нули. По сравнению с Тукайром, Джеймс Бонд, Мата Харри вместе взятые, не стоит правого пальца его ноги даже, в этом смысле, по его значимости. Он проводник главной российской политики в Казахстане. Он человек, которому поставил Путин, которого Путин помог удержаться у власти во время Январдской революции. Поэтому все остальные моменты, когда есть ли агенты, нет ли агентов, а кто их искать будет, если Тукаев этого не хочет? Если такой политической воли нет, кто будет искать агентов российской разведки или китайской разведки, спецслужбы Казахстана, правоохранительных органов Казахстана? Искать их просто не будет. Ну, понятно, что их не ищут. Но как вы думаете, насколько их много? Даже приблизительные цифры не могу сказать. Тут можем сказать, что не менее, скажем так, 70-80 процентов, ну, официально могу сказать так, все 100 процентов госслужащих, чиновники, сотрудники силовых органов, все они поддерживают Тукаева, руководство Казахстана. Они все поддерживают ОДКБ, они все поддерживают ЕС. И они все поддерживают официально Путина, как уважаемого, с точки зрения их уважаемого, руководителя России. Поэтому с этой точки зрения можно сказать, что 100 процентов тогда. С другой точки зрения, это вычислить невозможно. В принципе, просто можно предполагать, какие-то цифры безумно говорить, но это все догадки. Ну и плюс огромное информационное влияние продолжается Российской Федерации. Под влиянием информационных российских именно каналов находится большая часть Казахстана. Да, российские телеканалы круглосуточно транслируются на Казахстан. Соловьев, Симонян и все остальные пропагандисты российские, они транслируются на Казахстан, в основном на старшие поколения. Поэтому это тоже, но несмотря на требования, петиции многочисленные о закрытии российских телеканалов в Казахстане, которые собирали, которые казахские патриоты, тем не менее, эти каналы продолжают вещать. Они даже не соблюдают положенные нормы, там 50 процентов на казахском, допустим, или 70 процентов на казахском в некоторых местах. Это не соблюдается. На русском языке без всякого перевода, без сурдоперевода, без текстового перевода они транслируются. Но это очень показательно, как некоторые страны, в том числе и Казахстан, не делают выводов из ошибок Украины. До 2014 года у нас тоже были в свободном доступе российские каналы. Видим, к чему это привело. Чем вам отвечает Кремль за такое отношение? Он шлет только угрозы. Вот последнее, одно из последних заявлений посольства Российской Федерации в Астане, там назвали, во-первых, народ Казахстана братским. Это уже должно настораживать казахстанцев. Мы видим, чем подобные обращения закончились для украинцев. И, во-вторых, заявили о готовности помочь защитить территориальную целостность. Это что за заявление? От кого защищать, чтобы вы ответили на такие заявления? Судя по всему, от 20 тысяч террористов, которые, возможно, снова нападут на Казахстан, если вы в курсе, если помните, в январе 2022 года Тукаев озвучил цифры, что на Казахстан напали 20 тысяч международных террористов, подготовленных на зарубежных базах. Что такое 20 тысяч террористов, можно теперь посмотреть, сравним с израильским и палестинским конфликтом. Там напали на Израиль 7 октября не более тысячи боевиков, террористов. И тут 20 тысяч напали на Казахстан. Якобы со слов Тукаева. Потом они унесли свои трупы, трупы из твоих товарищей. Я озвучиваю Тукаеву, цитирую практически Тукаеву. Они забрали трупы своих товарищей из моргов и скрылись, испарились. Возможно, куда-то на другую половину летели. То есть, представьте себе, защищать, кроме как от России, не от кого. Ну, от Китая еще можно защищать. Но Китай, в принципе, сейчас не угрожает в военном плане, не пытается захватить территорию Казахстана. А единственная страна Америки, которая ведет агрессивную политику по захвату чужих территорий, это Российская, так называемая, федерация. Но особенно тревожно тоже звучат и вот эти все заявления по поводу, претензии по поводу положения русского языка в Казахстане. Время от времени вспоминают подаренные якобы земли Казахстану. Насколько реальную угрозу вы слышите в этих заявлениях? Такое будирование происходит постоянно. Последнее, просто на это пристальное внимание стало уделяться именно после Майдана, после украинской революции. До этого, как мы на это не обращали внимания, а именно после этих событий, когда все поняли, что Россия может захватить, как захватила Крым, или попытаться организовать военный конфликт на Донбассе, то же самое проделали в Казахстане. Именно с тех пор казахские патриоты все стали обращать внимание на вот эти заявления. Именно с тех пор постоянно шла какая-то информационная перепалка, информационная война между казахским патриотом с одной стороны и с другой стороны российскими пропагандистами. Поэтому это, конечно, очередной брос, очередное такое будирование общественного мнения, очередной керосин или бензин, брошенный в костер. Потому что в Казахстане это встречается в штыки всегда и идет обратная реакция. В штыки встречается где? На уровне простого населения? Я имею в виду именно на уровне простого населения, на уровне общественных деятелей, активистов, казахских патриотов. Если Путин решит компенсировать перед выборами следующими, своими президентскими, свои неудачи в Украине, присоединением земель Казахстана, такой вариант реальный, как вы считаете? Это может произойти следующим образом. Тукаев с Путиным встречаются в Кремле, как год назад встречались с представителями ДНР и ЛНР. И там Путин с Тукаевом подписывают две бумажки. Тукаев подписывает постановление о том, что Казахстан добровольно присоединяется к России, а Путин подписывает другую бумажку о том, что Россия принимает в свой состав Республику Казахстан. Вот таким образом это произойти может. То есть целиком при таком управлении, коррумпированном полностью прокремлевском, нельзя говорить, что какая часть Казахстана может уйти в Россию. Весь Казахстан может уйти окончательно в состав России. Что должен сделать Путин, чтобы Тукаев пошел на это? Или уже и делать ничего не надо? На что именно? Ну вот на аншлюз, на воссоздание СССР 2.0. Если такая воля у Путина будет, если такое сильное желание, то продавить Тукаева – это не проблема для него. Тукаев сразу согласится. Видимо, такого желания нет, потому что Путин, наверное, понимает, что проглотить такой огромный кусок, 2 миллиона 700 тысяч квадратных километров – это территория огромная, чуть меньше Индии, девятая территория в мире с таким населением. Просто в принципе в нынешней ситуации это невозможно. Это большие проблемы для России будут иметь, потому что даже если Тукаев согласится, Тукаев подпишет бумаги, а он подпишет все бумаги. Внутри Казахстана начнется восстание. Это восстание потом дальше перекинется по Волжье, к тем тюркским народам, которые проживают, Катарам, Башкирам, которые тоже недовольны. Оно перекинется за Байкали, поднимутся буряты, алтайские народы, Северный Кавказ поднимется. И это, в конце концов, закончится достаточно плачевно для российской так называемой империи. Хорошо. А как в Казахстане воспринимают подписанные Тукаевым документы о развитии русского языка в республике? Это большое негодование. Встречено было множество публикаций, постов в соцсетях. Конечно, открытой акции протеста не было, потому что все привыкли, что то Тукаев постоянно что-то сдает, то выступает снициатива создания международной организации по продвижению русского языка. Вы, наверное, видели на саммите Бишкеки, что Путин поблагодарил Тукаева за то, что он стал инициатором создания международной организации не продвижения, как называть, международной организации. Смысл в том, который будет продвигать русский язык. Штат-квартира этой организации будет находиться в Сочи. Она будет финансироваться из общего бюджета стран ОДКБ и ЕС. Понимаете? Инициатива Тукаева, за которую Путин поблагодарил его. Поэтому вот такие инициативы, подписание каких-то бумаг о том, что он сохраняет русский язык или обещает сохранить статус русского языка или еще что-то, конечно, встречается с негодованием. Но, в принципе, все понимают, что от этого человека, от этого узурпатора, как его называют в Казахстане, ждать большего не стоит. Потому что он, в принципе, человек, президент нелегитимный, потому что не пришел к власти через честные выборы, а узурпировалась. Но какое положение русского языка в Казахстане? Неужели настолько плачевно для Российской Федерации, что они постоянно спекулируют на этой теме? Хотя вообще, понятно, что мы априори имеем в виду, что Казахстан должен развивать казахский язык, и на русский ему должно быть наплевать. В русском языке в Казахстане лучше всего. Наверное, он занимает третье место в мире, где русский язык чувствует себя лучше всего. Если первое место, это, понятное дело, Россия, второе место мы отдадим Беларуси, то третье место, абсолютно третье место, третье держит Казахстан. Те остальные страны, которые всегда заявляют о дружбе с Россией, там у всех везде официальным языком, государственным языком, языком межнационального общения, какого угодно общения является местный язык, язык коренной национальности. В Казахстане этого нет. В Казахстане больше тысячи чисто русских школ и несколько тысяч смешанных школ русско-казахских. Поэтому говорить о протеснении русского языка в Казахстане вообще взято с потолка, с воздуха. Нет никакого, конечно, вражды между русскими и казахами, как и в Украине. По национальным признакам никто никого не бьет, не избивает. Просто из-за того, что он человек другой националист. И, в принципе, никакого протеснения, в принципе, нет. Потому что это, к сожалению, так получилось, что была сначала коллективизация, когда половина нашего народа вымерла из-за коммунистов, были массовые пессии, а потом была церена, когда массово заселялись казахские земли. И в результате, по переписи последней, с 79-го года коренное население Казахстана, казахи, занимали процентом отношения только 33%. То есть занимали чуть ли не второе, это точно, и доходил до третьего места иногда. На своей собственной земле казахи были самые малочисленные нации из всех советских республик. Простое население Казахстана. Вы говорите недовольны постановлением о развитии русского языка. Люди же слышат вот эти слабо замаскированные угрозы со стороны Российской Федерации и о территориях, да, и так далее. Люди боятся повторения событий в Украине со стороны Российской Федерации? Говорят об этом уже или нет? Конечно, опасаются. Именно в Казахстане, я вам уже не первый раз об этом говорю, именно в Казахстане все эти мобилизованные, все эти зеты, фашистские свастики встречаются в штыки. Именно в Казахстане этих людей избивают, разбивают окна, таких машин заставляют снимать фашистскую, рашистскую свастику. Нигде больше в Центральной Азии такого не происходит. Именно в Казахстане за такими людьми охотятся, заставляют, не дают пересекать государственную границу Казахстана с Россией, хотя нет никакой границы. Это, в принципе, как граница между европейскими странами, граница между Казахстаном и Россией. Тем не менее, в Казахстане очень жестко встречают такое рашистское проникновение. Но, тем не менее, для тех казах, кто знает свой язык, когда слышат, например, вчера выступал Тукаев в связи с праздниками, и то, что он читает на казахском, с листа, те понимают, что этот человек владеет государственным казахским языком. Понимаете? Для него родным языком является русский. Человек воспитан в русской культуре. Всегда был женат на россиянке. Его сын проживает в Москве. Имеет гражданство в России. Единственный сын. То есть человек со всеми корнями, всеми руками, ногами, близкими и неблизкими родственниками находится в составе России давно уже. Своим мышлением он русский. Поэтому, в принципе, казахи понимают, что от него, в принципе, ожидать. Надо готовиться потихоньку активизироваться. И все ждут, что рано или поздно настанет миг, когда казахи еще раз поднимутся и сметут этот режим. И тогда уже, конечно, можно будет говорить, что в Казахстане установится реальная власть, которая будет защищать права казахов. Именно будет действовать в интересах казахского народа. Что может быть таким моментом, вот этим триггером? Что может им стать? И казахстанское общество, оно потенциально готово к восстанию? Ведь мы знаем, что оппозиционное поле, если не полностью, то хорошо защищено в стране. Оно защищается постоянно. Каждый день кого-то сажают. Вчера посадили несколько десятков человек еще раз за намерение выйти. Еще не вышли люди на митинг, за предполагаемое намерение выходить на митинги. Поэтому это поле постоянно защищается. Тем не менее, то же самое происходило и в 2016 году, когда по всем большим городам Казахстана прошли антикитайские митинги. То же самое произошло в январе 2022 года. Все считали, Назарбаев и Тукаев считали, что поле защищено. Тех, кого можно было посадить, посадили. Кого можно было, надо было убить, всех убили. Кого можно было купить и запугать, запугали и купили. Но когда случилось это, на улицы вышли сотни тысяч людей. То же самое произойдет и сейчас. И выйдет гораздо больше людей. И у этих людей будет гораздо больше опыта, практического, революционного опыта. Потому что они видели, какие они ошибки совершили во время январской революции. Как они допустили свои ряды. Вот этих провокаторов, комитет национальной безопасности, вот этих бандитов, криминалитет, которые в принципе потом организовали провокации и вызвали на себя огонь силовиков, а потом приезд в страну оккупантов войска УДКБ. Падение режима Путина, оно как-то повлияет на политическую жизнь в Казахстане? И на те процессы, которые вы предсказываете? Падение путинского режима повлияет на ситуацию во всей Центральной Азии. Это повлияет, я думаю, на ситуацию во всем мире. Потому что падение Путина означает, в принципе, Путин – это глава диктаторского авторитарного мира. Черного мира, который противостоит белому или цивилизованному миру, скажем так. Поэтому физическая смерть даже Путина, даже если не падение его режима в целом, то есть не совсем окружением, а в целом даже физическая смерть Путина сильно повлияет на ситуацию во всем мире. И, конечно же, повлияет на ситуацию в Казахстане. И, конечно же, режиму придется меняться. А если не меняться, то первое время перед сменой режима, который произойдет неминуемо, конечно, мимикрировать, ослаблять, пытаться демократизировать какие-то стороны власти, общества. Вам не кажется, что Запад после событий на Ближнем Востоке принял решение, но если не покончить с Путиным, это прозвучит по-бытовому и очень просто, но решить этот вопрос. Я перехожу к исторической речи Вайдена, в которой он Путина и Хамас поставил уже через запятую. И если в отдельных заявлениях он открыто говорит, что Хамас должен быть и будет уничтожен, можем ли мы читать в этом обращении к нации Байдена между строк, что какие-то важные, очень исторические, возможно, решения по Путину тоже уже приняты? Путина Байден объявляет, получается, что это враг человечества, которым надо покончить. Но это желание, намерение. Но за намерениями, заявлениями следует должен действие. Пока с Путиным, с Российской империей воюет одна страна – Украина. Блок НАТО официально войну Путину не объявил, Россия не объявила. Да, большая помощь Украине оказывается в экономическом военном плане, но, в принципе, американцы же не воюют с Россией. Говорить об этом не приходится. Конечно, они хотят, чтобы Россия ослабела, чтобы путинский режим сменился. Но я из того, что я вижу, я не вижу, что они хотят полного развала России. Я не говорю об американцах, о европейцах. Они не хотят развала России. Я не вижу, что они хотят, чтобы Россия распалась на какие-то национальные образования. Судя по всему, они хотят просто смены каких-то фигур в Кремле, какого-то сближения России. То есть они хотят примерно ситуации, как это было при Ельцине, возможно, какого-то второго Ельцина, но, в принципе, они не хотят распада Российской империи. А вы верите, что Российская Федерация может после поражения в этой войне обойтись без распада? Ослабление власти, если это случится, поражение в войне приведет к смене режима. В принципе, смена режима – это значит верхушка вся, как минимум уйдет. Новая форма власти должна будет образоваться. Какая-то демократизация должна начаться. Как только начнется серьезная демократизация, выборная власть, как только ослабеет центральная власть, в этом случае, конечно, народы Северного Кавказа, Поволжье, Татары, Башкиры и Забайкалья, в первую очередь, где они наиболее многочисленные народы, они, конечно, я думаю, потребуют независимости. Как это произошло в 1991 году в Советском Союзе. То есть ослабление серьезной центральной власти приведет к тому, что Россия начнет распадаться. А ослабление произойдет только после того, как сменится режим или Россия потерпится окружительное продолжение войны. Ну, тут нужно понимать, что режим – это не Путин, да? Если кто-то из этих решений им возглавит Российскую Федерацию, это все может растянуться на долгие десятилетия и снова непременно закончится войной, но только, возможно, это будет уже не Украина, а, возможно, Украина вновь. Хорошо. В Китае Путин, понятно, что чтобы не было таких сценариев и за какой-то помощью мы понимаем, зачем Путин летал в Китай на этот пояс, на этот саммит «Один пояс, один путь». Какими вы видите результаты для Путина? Потом уже отдельно о Такаеве поговорим. Главный результат – это то, что усилилась роль Китая. Это явно видно, что Китай становится гораздо более важным игроком мировой политики. Россия играет в этом случае более второстепенную роль, по крайней мере, в этом окружении, на этом саммит, то, что я видел. Китай собирает, приближает к себе новых, то есть те страны, руководители тех стран, которые так или иначе обижены на Запад, на европейские, ведущие европейские страны, на американцы. Поэтому мы видели, что создается какой-то новая ось, новый союз, какой-то пока неофициальный союз под эгидой Китая, во второй очередь, под эгидой России, куда вошли все центральзиатские страны, вошли некоторые страны за Кавказией, имея в виду Азербайджан, в дальнейшем войдет, скорее всего, потому что на саммите Бешкейка был руководитель Азербайджана, ближневосточные деспотии и африканские страны, и некоторые южноамериканские страны, как Виндесуала Куба. Для Казахстана. Казахстан, кстати, присутствовал же Такаев, есть информация о том, что он встречался с Си Цзиньпинем, о контактах с Путиным нигде информации нет. Они действительно там не провели встречу? Официально он встречался с Путиным, со всеми встречался, встречался с президентом Сербии, встречался. Там было Венгрия, Венгрия, то есть там было участников чуть больше 20 стран, они все с друг другом встречались. Какие-то объявления об этом где-то не делалось, или в общем списке они проходили, но в целом они встречались с друг другом. Это был саммит в широком кругу, а потом каждый с каждым они встречались. Поэтому и Путин встречался с президентом Сербии, и с Орбаном встречался, с премьер-министром Венгрии, то есть представитель двух европейских стран, которые известны и про российские позиции, они тоже там были, и они тоже встречались и с Путиным, и с Тукаевым. Но можно ли говорить, что Путин значительно каких-то успехов достиг на этом саммитете? Были какие-то, как вы думаете, возможно, тайные договоренности, которые бы касались Украины? Я не могу судить. Я вижу то, что в открытых источниках идет экономическое сближение и политическое сближение между этими странами. Конечно, их интересует экономика. Политика, экономика, принципы, идут рука об руку. Усиление политического влияния влечет за собой сближение экономической части. Здесь, конечно, и Китай, и Россия хотят зайти на эти рынки, африканские, ближневосточные. Кто-то хочет экспортировать туда продукцию, кто-то хочет, наоборот, экспортировать туда промышленные свои товары, рабочую силу, в принципе, купить какие-то месторождения, как китайцы в Африке, на Ближнем Востоке. То есть идет экономическое сближение. Понятно, для России это очень выгодно. Тем более на саммите Бишкеки, до этого, когда встречались, очень много говорилось о том, что создается новый, то, что ранее говорилось, новый транзитный маршрут для транспортировки нефти, формально казахстанский. На самом деле, речь идет о нефти ЕС, то есть Евразийского экономического союза. Это, конечно же, будет нефть, в первую очередь, России, во вторую очередь, других стран. Во вторую очередь, Казахстана и, возможно, в третью очередь, Туркменистана, как основных поставщиков нефти на мировой рынке. Они будут идти дальше в Иран, Пакистан, в Индию и другие ближневосточные, не в Ближневосточные, а страны, близкие к Индостану, к Индии. Ну, понятное дело, что Китай никогда своего не упустит. Уже после этого саммита появилась информация буквально на днях о том, что Российская Федерация предоставит Китаю десятки миллиардов гектар своих земель для посева зерновых за какие-то смешные деньги. Там что-то 23 миллиарда за 17 лет. Понятное дело, что это, ну, в общем-то, чревые, скорее, а не реальная арендная плата. Это уже Китай начинает возвращать свои исконно китайские земли себе обратно, как вы думаете? Если считать исконно китайскими землями весь Дальний Восток, Западную Сибирь, какую-то часть Москвы, то, наверное, возвращать он стал давно. Это уже с конца 2000-х годов. Потому что, насколько я вижу, на Дальнем Востоке есть целые кварталы китайских граждан, где они проживают. Весь лес, тайга, который вырубается в России, на Дальнем Востоке, в первую очередь, оно идет, экспортируется в Китай. И то же самое касается других ресурсов животных, куры, животных, рогов, других полезных ископаемых. То есть, китайцы давно и планомерно заселяют Сибирь, Дальний Восток России. И тем более, когда сокращается коренное российское население, в первую очередь, русские, наверное, вопрос о том, что китайцы засели Дальний Восток и Западную Сибирь, это случится, наверное, в ближайшие 30-40 лет максимум. Ну, и здесь же тоже еще есть обратная сторона этой медали, неприятная для Российской Федерации. Мы же помним, что все китайцы, где бы они находились, в какой точке мира, они все являются военнослужащими Китайской Народной Республики. Правильно? И это тоже может быть очень хитрым ходом и Пекина. Китайцы обычно завоевывают другим способом. Они заселяют, они экономически захватывают какую-то определенную территорию, потом увеличивают свое политическое влияние. И, в принципе, территория становится, хотя бы, может, она формально оставаться не китайской, она на самом деле уже является под эгидой Китая, управляется китайскими гражданами, китайским государством. Такое происходит и в других странах, в океане, каких-то мелких островных государствах. То же самое произойдет и в России. Там катастрофически снижается русское население. Там сейчас много очень разговоров о том, чтобы каким-то искусственным образом поднять рождаемость. Я не знаю, может быть, возможно, искусственное осеменение начнут применять, потому что другого способа увеличить количество русских просто невозможно Путину. Там идет вопрос о том, что целые кварталы Москвы заселены таджиками, узбеками, кыргызами. Там очень много выходов с Северного Кавказа, у которых много детей. Население в этих республиках тоже быстро увеличивается. И, в принципе, есть целые движения, которые выступают против мигрантов, против выходцев Северного Кавказа, так называемых истинных русских. И между этими группами, между так называемыми мигрантами, выходцами Северного Кавказа с одной стороны, и с другой стороны вот этими русскими националистами, дружинами, происходят постоянные конфликты. Я постоянно слежу за этими, и там происходят достаточно кровавые конфликты между ними. Власти подогревают только эту ситуацию в последнее время? Смотрите, мы же знаем, насколько все эти мигрантские сообщества, особенно мусульманские мигрантские сообщества, насколько они сплочены. Что мы видим буквально последнюю неделю? Бастрыкин кидает заявление о том, о лишении гражданства тех, кто не хочет идти воевать. Набеги на мечети. Из мечети вытаскивают людей, сажают в ЗАКи, подписывают с ними насильный контракт, отправляют на фронт, иначе тюрьма. Не слишком ли опасную игру затеяли российские власти, как вы считаете? Причем это же происходит в Москве и Санкт-Петербурге, там, где количество мигрантов, максимальное по всей территории Российской Федерации. Я вижу, что они представляют одну цель. Они хотят с помощью, с одной стороны, поставить мигрантов, выход за первую очередь в Центральную Азию, таджиков и узбеков, кыргызов, в определенные рамки, поставить их перед выбором. Если вы хотите оставаться гражданами России, значит, идите умирать за Россию. Воюйте против Украины, а если не хотите, значит, уезжайте за Россию. То есть, они хотят поставить мигранты в такие условия, чтобы им было невыгодно заселять Россию. А если приезжали, то заселяли Россию те люди, которые готовы за него умирать. Понимаете? То есть, с одной стороны, Быстрекин что предложил? Он предложил еще снимать отпечатки пальцев на границе перед въездом. У женщин, детей, мужчин без разбора. Преступник-то, не преступник. Просто автоматически все заезжающие граждане, мигранты, предполагаемые, не мигранты, заезжающие в Россию. Это, в первую очередь, опять же хочу сказать, таджики, узбеки, кыргызы, у которых большинство из мигрантов, у них берутся отпечатки пальцев. Потом заносятся в особую базу данных. Им даются российские, у них должны быть российские сим-карты, чтобы они получали постоянные уведомления, которые им положено читать. То есть, они таким образом хотят их поставить, в первую очередь, на контроль, а потом поставить такие условия, что они должны или умирать, или уезжать из страны. Ну, добьются они или снижения количества мигрантов, что отразится на их экономике, или мигрантских бунтов, которые могут быть очень опасными для российской власти. Айдос, спасибо вам огромное за это интервью. Я пользуюсь случаем, хочу поздравить вас с праздником, с Днем Независимости Казахстана. Желаю вам, чтобы вы как можно быстрее этот праздник встретили на своей родине. Удачи вам в борьбе. Хорошего дня. За это. Спасибо. Айдос Садыков, казахстанский оппозиционный политик, был сегодня гостем «Аргумента». Спасибо, что смотрели. Садыков. Субтитры сделал DimaTorzok